Привет, друзья! Перепила неприхотливые, выносливые и высокопродуктивные птицы. Они отлично приспособлены для содержания в хозяйстве или на даче. Перепилов можно выращивать в режиме фермы выходного дня. Места занимают очень мало. Нужна будет только специальная клеточка, оборудованная наклонным полом с яйцеприемником, ниппельное паение и кормушка, желательно с бункерами, чтобы можно было оставлять на какое-то время птичек одних. Но у начинающих хозяев часто возникает вопрос, какую породу выбрать. Сегодня я немного расскажу об основных породах перепилов, покажу, каких я выращиваю сам и поясню, почему отдаю предпочтение именно им. Итак, родоначальниками домашних перепилов считаются японские перепила. Мелкие птички весом всего около 90 грамм с высокой яйценоскостью. Чистая яичная порода, хотя яички небольшие совсем по сравнению с другими породами, но именно этих птичек японцы ввели в культуру и от них уже пошли все остальные. Следующая порода. Маньчжурские перепила. Золотистые птички. Очень хорошая порода, весит почти в два раза больше, чем японцы. Яйцо тоже покрупнее, но яйценоскость почти на треть меньше японских. Около 220 яиц в год. У японцев 300. Я эту породу не выращивал, поэтому кадров с ними у меня, к сожалению, нет. Но они отличаются более светлой окраской золотисто-бежевого цвета, и поэтому их довольно легко узнать. Эстонские перепила. Следующая порода. Считается универсальной мясо-яичной породой. Вес взрослой птицы порядка 180 грамм. Яйценоскость высокая, почти на уровне японцев. Размер яиц от среднего до большого. 14 грамм. Именно эту породу я выращиваю уже несколько лет и не намерен от них отказываться. Всем меня эта порода устраивает. Несутся как ненормальные. Яйценоскость начинает падать только после года и двух месяцев. То есть довольно долго несушки остаются в строю. Следующая порода. Техасские перепила. Легко узнать по окраске оперения. Желто-белого цвета. Считается мясной породой. Вес взрослой птицы порядка 300 грамм. Насчет того, что техассцы вырастают до 400 грамм, это больше маркетинг, на мой взгляд. Но не вырастут они у вас в курицу. Поэтому рабочий вес это 300. Самцы еще мельче. Яйценоскость меньше, чем у яичных или универсальных пород. Но яйца довольно крупные. До 18 грамм. Это действительно так. Я выращиваю и эту породу. Но ей я не слишком доволен. Почему, расскажу в отдельном видео. Сейчас просто обзор перепелиных пород. Также мясная порода это фараоны. Улучшенные мясные линии этой породы это довольно крупные птицы из перепелов. Вес взрослой птицы порядка 300 грамм. То есть сопоставимые с техасцами. Окраска классическая, рябая. То есть в отличие, скажем, от техасцев, легко различить самцов и самок, просто взглянув на птицу. У техасских перепелов так не выйдет. Птицу придется взять и перевернуть. Помимо этих перечисленных наиболее распространенных пород, есть еще, скажем, английские черные и белые перепела, смокинговые, похожие на кроликов породы бабочка, виргинские, китайские и другие. Но их я не выращивал и не встречал. Поэтому не могу судить о них объективно, не могу судить об их плюсах и минусах. Но изучая описание и характеристики данных пород, я не увидел у них никаких неоспоримых достоинств, которых бы не было, скажем, у эстонцев, техасцев или фараонов. Если кто-то из зрителей хорошо знает эти породы, имеет опыт разведения у себя в хозяйстве, считает их лучше, чем те, что я рассмотрел, напишите в комментариях, живой непредвзятый опыт всегда лучше каких-либо безликих описаний тех или иных пород. В ближайшее время я сделаю более подробные видео о живущих у меня эстонских и техасских перепелах, в которых расскажу о практическом опыте их разведения именно с точки зрения содержания в хозяйстве. Для начинающего птицевода я бы рекомендовал остановить свой выбор на перепелах эстонской породы. Помимо своей универсальности, они еще и прощают огрехи содержания, очень выносливы и неприхотливы к условиям, плюс довольствуются стандартной компактной клеткой, в которую, допустим, те же фараоны или техасы просто не влезут. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскими. Продолжение следует...